В прямом эфире новости сейчас с вами Людмила Казак. Здравствуйте. Сегодня президент назначил Юрия Назарова заместителем премьер-министра. Теперь уже экс-глава Беллесбумпрома в правительстве будет курировать вопросы нефтехимического комплекса. Это направление всегда было стратегическим для белорусской экономики и сразу же после назначения Юрий Назаров в новой должности принял участие в первом большом совещании, к слову, профильном, на повестке стратегии действий на рынке углеводородов. Я рассчитываю, что в программе на очередную пятилетку будет сформирован конкретный план, как снизить значимость условий поставок нефти для формирования ВВП. С другой стороны, сложившаяся ситуация оказалась даже в чем-то полезной. Мы неоправданно зациклились на нескольких поставщиках и не имеем долгосрочных альтернативных источников сырья. Нефть не монопольный товар и желающих работать с нами достаточно даже в самой России. Поставщиков нужно находить, с ними нужно договариваться и это задача номер один. Особенно в нынешней непростой ситуации, которая сложилась в мире и в том числе с нашим партнером-монополистом. Как сообщают россияне сами, поставки в Китай у них сократились на треть. Нефть. Это не только в Китае. Нефть сегодня мгновенно дешевеет. И в этой ситуации это играет нам на пользу и подталкивает нас к тому, чтобы мы могли договориться с поставщиками. И не только в России, но и альтернативными. Экономическая независимость и расчет только на собственные силы. Это, пожалуй, единственно верный рецепт сложившейся ситуации. Первый случай заболевания коронавирусом зафиксирован в Украине. Новую пневмонию диагностировали у мужчины, который вернулся из Италии. Как сообщили в Министерстве здравоохранения Украины, на карантин в Черновцах отправлены 35 человек, которые с ним контактировали. Число зараженных по всему миру тем временем превысило 90 тысяч. После Китая наихудшие ситуации в Южной Корее, Италии и Иране. Встречать весну на самых интересных предприятиях Беларуси. Сегодня международная женская команда посетила кондитерскую фабрику столицы. Участницами сладкой экскурсии стали женщины-послы в нашей стране, а также супруги, глав депмиссии и представительств международных организаций. Они познакомились с технологиями производства конфет, оценили вкус белорусского шоколада и поговорили не только о делах за чашкой чая. Больше интересной информации мы подготовим к 19.00. До встречи.